Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас с вами ролик маникюр. Заодно протестируем лаки кошачий глаз Faberlic, магнитик. У меня здесь есть и красивые наклеечки. Вы давно просили показать, как я делаю маникюр себе. Итак, поехали! С чего мы начинаем? Ну, во-первых, нам нужно сделать классический маникюр, обрезать кутикулу при поднятии и так далее. У меня это все уже сделано, поэтому мы с вами будем приступать, собственно говоря, к самому покрытию. Перед тем, как покрыть ногтевую пластину, у меня будет база, которая сушится в лампе, у меня будет топ, который сушится в лампе, а лаки у меня будут Faberlic обычные. Интересный у нас сегодня с вами маникюр. Нам нужно приподнять чешуйки на ногтевой пластине. Как мы это делаем? Берем пилочку или бафик с высоким абразивом и приподнимаем, чтобы маникюр держался на ногтевой пластине дольше, чтобы у нас не было никаких отслойок. Но я для себя такую формулу вывела, потому что столкнулась с анихолизисом, поэтому делаем все вот так. Хорошенько, жесткой пилочкой зачищаем ногтевую пластину, приподнимая все чешуйки. После того, как мы это сделали, вот так у нас выглядит ноготочки, мы берем обезжириватель, у меня вот такой вот с ВБ, и берем безворсовые салфеточки обязательно. Как следует смачиваем салфетку в обезжиривателе. Это нужно как раз таки, чтобы опять-таки не было анихолизиса и покрытие держалось, чтобы никаких отслойков у нас с вами не завелась бяка. Я все эти процедуры сейчас проделываю, это быстро, но тем не менее, и лак держится лучше. И анихолизиса не бывает. Как следует прям, все ноготочки обрабатываем как следует, добавляем, если нужно. Вот таким образом теперь выглядят наши ноготочки. Они зачищены, они покрыты обезжирителем, сейчас они будут вот такие вот сухие. Нужно какое-то время походить, чтобы все это дело впиталось, чтобы все это дело высохло. А пока давайте откроем с вами наши инструменты. Магнитик. Я в первый раз буду делать, девчонки, кошачий глаз, артикул 711-40. Так посмотрела вроде ролики, как это делается. Надеюсь, все у нас с вами получится. Что из себя представляет эта конструкция? То есть у нас здесь с вами два магнита. А, два? Что это? Что это? Так? А это зачем? Все, сейчас полезу смотреть в каталоге, что там вообще. Зачем это? Это что такое? Интересно. Нашла. У нас сначала одевается магнит, потом одевается вот этот, чтобы поставить на стол, грубо говоря, нашу с вами приблуду. Она почему-то не стоит. Стой. В общем, будем ее держать. Будем ее держать вот таким вот образом. Это подставка. И сюда вот так вот класть пальчик. Интересная метода. А можно просто сюда положить пальчик и магнитиком вводить. В общем, будем пробовать. Что сказать? Будем пробовать. Давайте откроем наклеечки. Но вот эти я не буду делать, конечно, они ни к чему мне на таком покрытии. А вот эти сделать можно. Пару пальчиков попробовать. Так, это у нас с вами артикул 711-34. Вот так они выглядят. Вскрываем. Они у нас с вами, наверное, по классическому способу делают. То есть нужна будет вода. Опустите воду на 5 секунд. Да, нам нужна будет водичка. Ее я тоже подготовила. Так, что теперь? Моготочки у нас подсохли. Все хорошо. Мы берем с вами праймер. И тоже им обрабатываем ногтевую пластину. У меня вот такой вот с ВБ. Нравится. Нравится. И как следует проходим по... Я по всему ноготочку прохожусь. Прям по всему. Вот таким вот образом проходимся праймер. Он тоже улучшает сцепление ногтевой пластины с гель-лаком. Все ноготочки обрабатываем. Обработали. Отставляем праймер. Нам больше не нужен. Теперь берем базу. База у меня очень любимая. Вот такая вот люксус. Ее просто обожаю, но ее больше нет нигде в продаже. К сожалению. Так. Для всех видов гель-лака идеально выравнивать ногтевую пластину. Да, она это все делает. У меня на нее ногти не реагирует. То есть у меня... Подвигаем лампу поближе. У меня нет с ней никаких отслоек, никаких проблем вообще с ногтями нет. У меня осталось ее прям совсем чуть-чуть. Поэтому я использую ее как подложку. Она густая. Что мы делаем? Мы с вами чешуйки приподняли. И теперь базой, первый слой, мы с вами вот такими втаптывающими движениями, то есть приподнимая чешуйки и загоняя всю нашу базу, надеюсь, вам хорошо все видно, под эти чешуйки, вот такими вот, знаете, втирающими движениями, наносим тонюсенький слой. Первый слой всегда тонюсенький, а потом уже выравнивающий и так далее. Вот такими втирающими движениями на всю ногтевую пластину. Сушим. Можно, кстати, такую процедуру проделать со всей абсолютно рукой и потом сушить всю руку. То есть вот так вот втаптывающими, втирающими движениями на всю ногтевую пластину аккуратненько наносим базу. Втираем. И все пальчики потом просушиваем. Каждый слой просушиваем хорошо. Я просушиваю по 2 минутки. Литкий слой кто-то снимает, кто-то не снимает, тем же самым обезжиривателем, берзворстовой салфеткой. Я не снимаю, как правило, никогда. Но сейчас буду снимать после покрытием слоя следующего, выравнивающую базу. То есть теперь мы будем выравнивать ногтевую пластину. Каучуковая база для гель-лака натурального оттенка, цвет 36 от Фокси у меня. Вот такая. Действительно натуральная. Мне нравится, как она работает. Довольно часто ее использую. Тоже уже закачивается. Что мы с вами делаем? Мы маловато. Берем большую капельку базы, если мы хотим выровнять ногтевую пластину. Прям большую. Знаете, у меня как всегда, все, что я люблю, быстро заканчивается. Так, лежи, собирайся. Большую капельку базы мы капаем на ногтевую пластинку. И вот так вот протягиваем, ее выравниваем, распределяем аккуратненько по всей пластине ногтевой. Не спешите лепить сразу много. И вообще рекомендую, если вы никогда не делали, или вы делаете, но у вас получается некрасиво, неаккуратно, я тоже не специалист, у меня тоже не идеально, естественно, начинать с густых продуктов. Потому что жидкие, когда будут затекать за кутикулу, это невероятно неудобно. Укрепляем немножечко торец ногтя. Что мы делаем дальше? Фокус, ты вообще был с нами все это время? Переворачиваем ногтевую пластину вот таким образом. Мне на видео это совсем неудобно делать. И выравниваем ее в таком положении. То есть, чтобы у нас с нами бугорок был ровненький, красивый. Девчонки, как вам показать? Сейчас, фу, пытаюсь. Смотрите. То есть, вот так наклоняем фокус. Хватит на цветах фокусироваться. Наш ноготь, видите, он не идеальный бугорок. Как мне на камеру вы ее еще выровняете. Это тоже хороший вопрос. И мы перетягиваем немножечко гей-лак, чтобы у нас он был идеальным. Видите, вот сейчас красивая ногтевая пластина выровнялась. Смотрим, все нормально, все нормально. И быстренько отправляем сушиться. Тоже хорошо просушим. Здесь уже придется сушить по одному ноготку, девчонки. Потому что, ну иначе никак. Иначе у нас база затечет. Она хоть вот эта вот база очень хорошая. 36-й получается натуральный оттенок. Она немножко, правда, сжет в лампе, но это не критично. База люксус не сжет. Я по 30 секунд каждый ноготок просушиваю. А потом в конце еще раз руку на 2 минуты. Потому что, если мы не хотим анихолизис, если мы не хотим какие-то отслойки, привет, грибок и так далее, то обязательно каждый слой просушиваем хорошо. То есть я по 30 секунд просушила, база схватилась, все этого достаточно. Я пока буду делать другие ноготочки. Сейчас постараюсь вам на другом еще раз показать, как я это все проделываю. А потом в конце всю руку еще сушу на 2 минуты. То есть, смотрите, опять кладем с вами капельку под кутикулу ее загоняем. Я не работаю тонкими кисточками, мне неудобно. И вот так по ноготочку распределяем. Потом идем по торцам ногтя. Как следует проходимся. Дальше опять переворачиваем пальчик. Вот таким образом. Фокус ты здесь. И смотрите. Вы просили видео про маникюр давно, но здесь у нас все сразу ровно легло. То есть у нас сразу такой красивый, красивая форма фокус. Видите, не очень удобно снимать маникюр. Поэтому отправляем сушиться. И так все ноготки. Есть база самовыравнивающаяся. То есть вот это она тоже к ним относится. Она хорошо выравнивается сама. Но так как я люблю, чтобы было побыстрее, я помогаю кисточкой. А так можно просто перевернуть ноготочек и ждать, пока она сама растечется в красивую форму. То есть она густая, достаточно густая для того, чтобы быть самовыравнивающейся. Поэтому не обязательно кистью подправлять. Ручку перевернули. Вот так. Как бы, да, и смотрим. Красиво у нас, красиво получается, некрасиво. Чтобы много лака, наконец, не заходило к кутикуле. По бокам много лака не должно быть. Там вообще должен быть минимальный снуловый. Иначе ноготь у вас будет смотреться широченным и неопрятным. Поэтому мы основной весь бугород делаем по центру ноготочка. По центру именно, вот так, по длине. К кутикуле не подгоняем лак. Я надеюсь, я понятно объясняю. Потому что, девчонки, я далеко не профессионал. Но для себя вот такие вот выводы сделала. Все. Ногтевую пластину я выровняла. Такая красивая база. Что теперь буду делать? Теперь буду снимать липкий слой. Почему? Потому что мы будем дальше использовать обычный лак. Он мне будет только мешать. Но вообще, когда сама себе делаешь, одна рука... Я обычно делаю полностью сначала одну руку, потом полностью другую. Иначе неудобно. Пыль может налипнуть или волоски какие-то. В общем, липкий слой мы с ноготочков снимаем обезжиривателем, обезворствовая салфеткой. В процессе работы с гель-лаком, с гелем или с базой, если что-то затекло, у нас всегда есть апельсиновая палочка. Обезжириватель нанесли. Все отлично, все замечательно. И теперь приступаем к нанесению лака. И я сразу вырежу наклейки, какие я хочу сделать на ноготочке. Так, что-то я тут намочила. Я хочу сделать, конечно же... Не знаю, нет, знаки зодиака пока, наверное, не буду. Или сделать. Водолей далеко находится. Сделаем. Я водолей вообще? Сделаем на каком-нибудь ноготочке водолея. И звездочки. Сразу их в водичку брошу, а потом буду уже в процессе маникюра доставать. Сейчас с вами что-нибудь красивое придумаю. Но я думаю, звездочки на кошачьем глазике будут тоже очень неплохо смотреться. Они тут все разные. Так, и вот такой давайте еще возьмем. Я думаю, достаточно. Два-три ноготочка. Так, теперь приступаем к покрытию. Так, давайте возьмем сначала красный лак. Магнит тут у нас наготове. Не знаю, конечно, как я им буду работать, потому что делаю это впервые. Артикул 71-118. Попробуем сначала его на большой ноготочек. Сохнуть у нас уже ногти будут естественным путем. Можно делать на черную базу. Будет совершенно по-другому смотреться. А можно и на светлую. Красивый цвет, мне нравится. Насыщенный, насыщенный. Прям такой хорошенький. Так, как следует. Сейчас посмотрим, как у нас работает с вами магнитик. Так, нанесли сейчас немножко еще потолще слой. Хочу. Так, что мы делаем? Мне нужна апельсинная палочка, потому что, кажется, я тут немножко, совсем немножко заехала на кутикулу. Лучше не доехать, чем заехать. Так, берем магнит. Фокус. Фокус. Я что-то не вижу, чтобы частички шевелились, если честно. Давайте попробуем вот таким вот образом, как у нас было в каталоге показано. Пальчик положить и накрыть. Может, что-то произойдет? Я ничего не вижу, девчонки. Просто лапс-блесками. Ну, честно. Я ничего не вижу. Вы видите, чтобы что-то изменялось? В общем, сушить нам надо в таком состоянии, чтобы магнит был сверху ногти, да? Я так понимаю. Чтобы эти все частички, они всплыли металлические на поверхность. Я ничего не вижу, они вообще не шевелятся. Сейчас высохнет первый слой, нанесу второй. Давайте пока темный попробуем. На следующий пальчик, в общем, мне как-то неровно он тут лег. Второй слой нужен однозначно. Так, попробуем серый, вот этот металлик. Давайте попробуем его. Так, сейчас я вас девчонки немножко опущу. Потом мне так совсем неудобно и не видно. Ох, как много взяла. Он пожиже. На самом деле пожиже. И может с первого слоя полосить. Есть у него такое, видите? Фокус опять нас покинул куда-то. Не совсем, не совсем ровно ложится. Но вот здесь, если честно, больше похож на кошачий глаз лак, нежели вот этот. Тут блески сплошные. Давайте пробовать. Он очень быстро застывает. Очень быстро. Вот этот вот похож еще как-то. И тут у меня первый раз что-то получилось. Вообще, такие две полосочки. Тут такой рисунок интересный. Но я обматерилась уже, девчонки. У меня еще раз получилось. Смотрите, какая красота. Ух ты! Вот это да! На двух ногтях уже получилось. Так, девочки. Ну что, рассказываю и показываю по факту, какой маникюр получился. Изматерилась, честно. Изматерилась. Очень тяжело было работать. Наклеечки. Вот этот прям совсем неровно лег. Но я так косяки скрыла блесками. Пока поношу, потом переделаю, может быть. Вот этот пальчик даже поранила. Переделывала его два раза. Рассказываю. Значит, лаки работают. Это действительно кошачий глаз. Магнит работает. Наклейки классные. Все супер. Вот у меня на этих двух ноготочках они. Сейчас фокус у нас не подведи. Вот, красиво. Вот здесь, смотрите, наклеечка. Здесь плохо получился кошачий глаз. Здесь наклеечка водолей. Но, смотрите, если мы положим стороной, которые вот они кверху, наклейки, да, они будут блестящие. Если с другой стороны, они будут черные. У меня она положилась черной, уже отдирать я ее как бы не стала. В общем, ее практически не видно. Здесь у нас много-много звездочек. Этот палец вышел вообще косячный. В целом симпатично. Что-то у меня тут черное осталось. В целом симпатично. Косяки убрала. Нормально. Пока поношу. Такой получился маникюрчик. Вот эта рука меня прям радует больше, потому что здесь я уже приловчилась. Здесь приловчилась. Слой лака, если наносишь толстый, он плохо просыхает, но это именно в моем случае в гель-лампе. То есть он плохо просыхает под топом. Я сделала вывод, поэтому вот этот палец переделывала. То есть сырой. Сырой лак был. По нанесению с ними очень тяжело работать. С ними очень тяжело работать. Они очень быстро застывают. Поэтому нужно максимально, идеально, ровно класть с первого слоя. Вот получалось где-то, где-то получалось, где-то не получалось. Я клала второй слой, потом работала магнитом. Работать магнитом надо тут же. То есть у нас есть буквально 5-10 секунд максимум, чтобы красиво нанести слой. А наносится он тяжело. Особенно на торцах ногтя. Он не прокрашивает. Приходится отдельно прокрашивать конец, торец. Снова начинать движение сначала от кутикулы. И получается в итоге не очень красиво. Не очень красиво получается. Поэтому надо все максимально аккуратно протаскивать лак по ногтю до конца. Вот так, понимаете, про что я говорю? Но вот это не объяснишь, пока не начнешь с ним работать. Очень тяжело кладется. Вот прям неудобно работать. И моментально почти загустевает. Не высыхает до конца, но загустевает на ногти моментально. И то есть чтобы не было всяких вот таких вот нерадоразумений, как у меня на этом пальце, нужно все делать очень быстро. Эта рука, значит, здесь более-менее получилось. Здесь совсем чуть-чуть заполосилось. Здесь получилось опять. Здесь совсем чуть-чуть. Такие полосочки. Этим магнитом получаются только диагональные полоски. Я залезла, сейчас карточки товара уже доступны. То есть только диагональ. Можно сделать вот так. Тогда они в другую сторону будут. Можно наоборот. Видите, у меня здесь в эту сторону, здесь в другую. Вот. И все. Можно хоть как вы поворачиваете, все равно получается диагональ. Вот. Вот такая вот диагональ. Здесь на этой руке получились все ногти. Но вот этот тоже не совсем идеально, поэтому я перекрыла немножко наклеечкой. У нас здесь тоже с вами водолей и немножко звездочек. Но так нет, полосочки как бы получились, кошачий глаз получился. На черном лаке, черно-серебряном это видно лучше. Что еще по магниту? В карточке товара тоже почитала, его нужно держать. И уже потом я сама поняла, чтобы получился именно вот такой эффект, его нужно держать на расстоянии 1 мм. Представляете, как это мало? Это очень мало, поэтому видите, у меня магнит в лаке. Красиво причем так в лаке. Потому что 1 мм это очень мало, нужно держать аккуратно. И лак подтягиваться к магниту может, если совсем прям близко. А 1 мм это совсем близко. Поэтому очень-очень аккуратненько рукой с этой подставкой это делать неудобно. Крайне неудобно. Потому что мы засовываем пальчик, нам его все равно нужно поднять на расстояние 1 мм или опустить сам магнит. Можно легко задеть лак. Получается все переделывать. То есть у меня несколько таких ноготков есть, где я все переделала. Вот эти три, получается, ноготка. Три капли лака. Поэтому только в руках. Это вот мой вариант. Это очень удобно, гораздо удобнее. И на расстоянии, прям вот близко-близко к ногтю 1 мм. И тогда получаются вот такие полосы. Вот здесь они не получались. Потому что мы с вами держали магнит на расстоянии 1 мм 3 мм. Уже все. Полосок не будет. Лак загустевает, моментально застывает. И сохнет, кстати, он тоже очень быстро. Я попробовала без топа. Потом я перекрыла все топом. И просушила в лампе. У меня вот такой вот фокси топ. Номера у него тут никакого нет. Обычно вот такой вот топ без липкого слоя. Супер глянец. Ему уже тоже много лет. Густой достаточно работать им легко. Хорошо очень. Сохраняет блеск и держится на ногтях тоже хорошо. Так, что еще вам не рассказала? Ну, наклейки все понятно. Из воды достали, приклеили. Это как бы ерунда. Так что вот так, девчонки. И один, и второй лак. Очень неудобно мне с ними работать. Но хочу сказать, что в итоге получилось неплохо. Вот эта ручка мне прям вообще нравится. Получилось неплохо. Достаточно интересно. Хочется теперь даже на маркетплейсах поискать какой-нибудь еще магнит, чтобы сделать что-то другое. То есть лак работает. Как он будет носиться на гель-базе и с гель-топом. Посмотрим. Вообще в карточке товара написано, что топ сверху не наносить. Прямо, по-моему, даже с восклицательным знаком. Почему? Не знаю. Полоски не размазываются, потому что наносила топ, а когда лак подсох. Это прям мне нравится красиво. Когда подсох топ, тогда и наносила. Когда подсох лак, прям хорошо подсох, тогда и наносила топ. Да, поэтому посмотрим, как будет носиться. Посмотрим, как будет носиться. В целом симпатично. Вот эту руку я вам все время показываю, потому что она немножко такая косячная. Так фокус, фокусируйся нормально. В целом симпатично. Имеет место быть черненькие лаки. Я вообще люблю такие темные. Вот этот лак, он немного подошел подходит. У меня одежда таких цветов тоже достаточно симпатичная. Ну и вот вторая как бы рука. Получается, если мы не будем применять магнит, то по факту вот этот розовый цвет получается вот таким. Серый вот таким. Но здесь у меня все-таки немножко, видите, полосочки получились. Они прям бледненькие, но получились. А так он будет вот такой вот серый металлик. Если без магнита. Что тоже имеет место быть, потому что цвета достаточно красивые. Так, вроде все вам рассказала. Если какие-то вопросы остались, спрашивайте. А, чтобы прокрасить торец ногтя, то есть вот эту часть, да, приходилось заезжать на палец. Аж прям на палец. Но это ввиду длины моего ногтя, конечно. Я больше люблю короткие ногти. Это ввиду длины моего ногтя. Если бы они были подлиннее, я бы не извазюкалась. В итоге я сильно извазюкалась. Потом все это дело пилочкой, конечно, убрала. И все получилось достаточно носибельно. Вот такой вот маникюрчик. Ну, ничего, ничего, симпатично. С вот этими вот зигзагами симпатично. Цвета у этих лаков тоже симпатичные. Лак работает, магнит работает. Но вот я вам сказала о мерах предосторожности, что лучше держать его в руках без вот этих вот приблуд. Потому что я даже сначала пробовала, ну, так просто его наконец прямо одеть и вот так держать. Но тоже неудобно. Ну, кому как удобно. Смотрите, здесь приловчиться. По-любому с первого раза идеально не получится. Несколько ноготков можно закосячить. В итоге получается симпатично. Так, про маникюр вам рассказала. Давно вы просили этот ролик. Подробностей, как я его наносила, извините, уж не было. Потому что я вообще прерывалась, бегала за ребенком в сад. Потом доделывала, подделывала, убирала там какие-то нюансы. И вот сейчас в итоге уже показываю вам конечный результат. Очень удобно вообще такие форматы снимать. Наил блогеры я прям вам сочувствую. Ну, очень удобно, особенно на себе. Так, если какие-то вопросы остались, обязательно спрашивайте. Ссылочка для регистрации Фаберлик всегда под роликом. И вот здесь где-то будет вверху. На этом мы с вами будем обзор заканчивать. И так получился очень длинным. Обязательно будем тестировать все новинки в следующих роликах. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.